Сегодня в Чувашии вспоминали о третьем космонавте планеты. Именно в этот день, 10 лет назад, остановилось сердце Андреяна Григорьевича Николаева. Тогда в республику он приехал с почетной миссией и возглавил судейскую бригаду всероссийских сельских игр. Героя похоронили на родине в селе Шоршелы. Сегодня на митинге собрались его родственники и друзья. Крыша синего мира, которая находится далеко, выше зенита, открывается только избранным и только на миг. В селе Шоршелы об этом поверье сейчас вспоминают многие жители. Ведь именно здесь вырос человек, который стал третьим космонавтом планеты. Небольшая деревянная избушка на территории мемориального комплекса словно портал в детские годы Андреяна Николаева. В их семье подрастали 4 сына, и всем приходилось ютиться в этих маленьких комнатах. Но будущему герою судьба уготовила немало испытаний. Когда умер его отец, братья помогали матери на ферме и хлопотали по хозяйству дома. Несмотря ни на что, Андреян Николаев упорно шел вперед. Проблемы его характер не сломали. Вообще, путь к звездам у будущего космонавта номер 3 был тернистым. В конце 40-х годов о профессии летчика Андреян Николаев не задумывался. Тогда он учился в лесотехническом техникуме. Учебное заведение располагалось в Морпосаде, и туда студент Николаев ходил каждый день пешком. Путь этот был неблизкий. Расстояние от села Шоршелы до районного центра превышает 30 километров. И, по всей видимости, именно эта дорога закалила характер молодого человека и будущего космонавта. После окончания техникума он отправился в далекую от родного села, Северную Карелию. Это были послевоенные годы, повсюду разруха. Тогда страна нуждалась в лесе, как никогда. Трудиться приходилось, не покладая рук, но работы Андреян Николаев не боялся. В армию его призвали спустя два года, и здесь он снова показал себя самой лучшей стороны. Отличника службы заметили и направили в элитную школу воздушных стрелков. Новая ступень – авиационное училище, а после – из-за числения в первый отряд космонавтов. Сюда попали настоящие асы. Но сейчас немногие знают, что программу пилотируемых полетов в Советском Союзе хотели закрыть. И только напор Королева Сергея Павловича позволил именно запустить двух наиболее подготовленных космонавтов, чтобы дать ответ, влияет ли космос на работу организма или нет. Можно ли на Востоках 10 суток работать, плодотворно вести научные исследования. И вот на этот вопрос именно дал ответ наш земляк. Он рисковал, но все же полетел. В космосе Андриан Николаев пробыл четверо суток. Тот самый старт положил начало групповым полетам. После сообщения о выходе на орбиту корабля «Восток-3» родина космонавта стала известна всему миру. Это был настоящий подвиг. Сейчас многие говорят, что только благодаря таким героям советская космонавтика продолжила свой путь. Он поставил перед собой эту цель и достиг эту цель. И все эти мероприятия, которые связаны с именем Андриана Николаева, сегодня дают нам возможность воспитать в молодом поколении тот дух, тот патриотизм и все те героические качества нашего славного, выдающегося сына чувашского народа. В Шоршеллах на митинге о космонавте номер 3 вспоминали родственники, друзья и те, кто просто бывал на встречах с героем. К Чувашию Андриан Николаев приезжал часто. Здесь он всегда был желанным гостем. Капитолина Никитина долгие годы работала учителем в одной из школ Морпосадского района. Не раз она с учениками принимала космонавта у себя в гостях. Он такой был простой и земной, очень со всеми, с этими сверстниками своими, за руку, рад был здороваться за руку. Сейчас на его примерах воспитывают молодежь. В Чувашии развивается движение юных космонавтов. Интерес к личности героя не иссякает. Имя Андриана Григорьевича нам помогает работать еще большей возможностью и вот этот вот привить патриотизм, любовь к родине. Это замечают и работники музея. На экскурсии сюда приезжают гости из других регионов. А в ближайшие годы комплекс планируют реконструировать. Здесь появятся астрономические классы, обсерваторий и мощный телескоп. Матер Ковалев и Антон Вовк. Республика.